Ой-ой-ой, Санечка, Санечка, роднички, родушечки, снимаешь? Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объективчики настроили, Санечка! Дорогие друзья, гости и подписчики канала, рад всех приветствовать! Перед началом видео не забываем подписаться на канал, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, написать комментарии и распространяйте этот ролик. Да, и как всегда, вас призываю зайти и посмотреть предыдущий контент на канале. Мотор писал, пишет и будет писать исключительно для вас, оператор Петя за пультом, я здесь и этого достаточно для того, чтобы начать сегодняшний контент. Сегодня приехали в Ленинградскую область, как вы поняли уже из названия, на кладбище бездомных. Ну, я уже тут пробежался, посмотрел, не такое уж оно и бездомных, но раньше оно было еще с царских времен здесь хоронили бездомных. Людей, там, каторжников и так далее. Но сейчас оно перерождается, естественно. Но самое главное, что мне написала подписчица, а я всегда выполняю законы и просьбы подписчиков, то, что здесь похоронено две женщины в советские годы, которые заснули в литургическом сне. Их похоронили, как гоголя. И они потом проснулись уже в гробу, заживо погребенные, заживо похороненные. И кричали. Крики на этом кладбище. Это 50-60-е года. Слышал охранники, слышали местные люди. И откопали только одну через три дня, а другую через пять. Естественно, уже мертвая. Та, которая через три дня откопана была, она была перевернута на живот. Вот. И умерла от разрыва сердца. А вторая умерла от асфиксии, потому что кончился воздух. И она умерла пять дней. Практически слышны были крики. Вы представляете? Эти могилы, я знаю, где находятся. Мне прислала подписчица. Спасибо ей за геолокацию, дорогая моя. Ну, в принципе, я вам объяснил. Все в двух словах. Погода в Санкт-Петербурге, как всегда, как на Туманном Альбионе. Мы начинаем. Поехали смотреть. Да, кстати, забыл добавить. За мной находится крематорий. Самый большой в Ленинградской области. Кто знает, где это, напишите в комментариях. И вообще, напишите в комментариях какие-то свои интересные истории. Может быть, про ведьм, про колдунов. Канал-то хоррор. Я же мистик. Как астролог, нумеролог, специалист по паранормальным вещам и диггер по совместительству. Ну, естественно, ведущий канала против лома. За мной вот это самый большой крематорий находится. Здесь сжигают в прах людей. Потом захоранивают. Кстати, здесь тоже пару могил таких есть. Да, и еще хочу вам сказать. Если это видео наберет 3000 лайков хотя бы, я сюда приеду, договорюсь с завсегдатами и работниками крематория. И, похожу вам, сделаю экскурсию изнутри. За 3000 лайков. Потому что я должен понимать, готовы вы к этому контенту или нет. Если не набирает какое-то видео определенное количество лайков, я понимаю, что вам это не надо. И для чего я буду снимать, тратить деньги, средства и время. А если наберет, пожалуйста. Да, кстати, скоро будет интервью с попом-экзорцистом. Все-таки не набрало видео, но я сделаю. И с оператором Петей. Поэтому ждите. Кто не знает, о чем идет речь, кто-то новый пришел, зайдите, посмотрите предыдущее видео, все будет понятно. Кладбище очень старое. Сразу вам говорю. Бездомных здесь. Ну вот, допустим, смотрите. Смотрим. Дроздова Наталья. 1940-1990. Все молодые. Потому что без определенного места жительства долго не проживешь. 50 лет. Могила захоронена. Там вообще не видно, кто умер. В основном все молодые. Сейчас будем идти к двум женщинам, которые погребенные были заживо. Интересно было бы ЭГФ провести на их могиле, чтобы понять, как это вообще у них происходило. Поговорить с ними. Да, и кстати, по поводу ЭГФ хочу сказать. Аппарат специальный я заказал. Он только в Соединенных Штатах Америки есть. Он будет идти, я не знаю, два месяца это минимум обещали. А сейчас, знаете, какие доставки и полгода. Только в Штатах. Стоимость его 34 тысячи рублей. Это специальный аппарат. Не какая-то постановка там липовая, как некоторые делают, а настоящий. Шелинец Александр Федорович. 1951, видим, да? Это больше уже советские бездомные. И получается сколько? 43 года. Да? В основном обыкновенные кресты. Вот такие установлены. А вот здесь молодой парень, кстати. Батухин Анатолий Афанасьевич, 1938-1999. Два креста. Здесь Батухин Виталий, 1973-1995. Это ему 22 года был. Молодой парень. Что-то случилось. Здесь уже два безымянных захоронения. Можем наблюдать. Гравировка. Интересная на памятнике. Есть целое видео у меня про гравировки на памятниках. Уникальные. Итак, двигаемся дальше. Просто видите, те времена, когда при царских временах и ранний Союз уже перезахоранивают, отдают новым. Так как Санкт-Петербург, сами понимаете, земля здесь на вес золота. Здесь тоже видим, нет родственников, никто не убирает. Заброшено. Здесь заброшено. Это вот из старых могил конкретно. Прутцев Владимир, 1927-1999 год. И Прутцева Валентина, 1928-2003. В 75 лет прожила, а он 72. Сейчас подходим к могиле первой женщины. Заснувшую в литургическом сне, ее похоронили заживо. Ну, такое бывает с Гоголем уже такое было. Один раз похоронили великого поэта. Вот памятник, смотрите. Шомникова Клавдия Васильевна, 1926-1966 год. А это 40 лет, на секундочку. Я же вам говорю, что здесь все молодые похоронены. Но детей, кстати, я здесь не вижу. А это что за могила? Написано, спи, уставшее сердце. Нина Ивановна Носкова, 1921-1978. 57 лет. Это немного. Ну и не так уж и мало. А давайте так, напишите в комментариях, сколько вам лет. Чтоб я понимал, какой возраст людей меня смотрит. Просто цифру своего возраста. Нина Ивановна Носкова. А здесь кто? Пенькова, Татьяна, 1923-1989. И он тысяча... Ух ты! Сергеев, Иван, 1896-1956 военный. Ясненько. Уже почти подошли к первой могиле. Погребенные заживо. Это молодые женщины, девушки. Аэрография, гравировка какая. Здесь без фото. Немного запутался, но уже разобрался. Вот чуть-чуть метров через десять ее могила. Первой женщины, которая погребенная заживо была. Сейчас подойдем, посмотрим, разберемся. Дождь начинает. Ну, здесь постоянные дожди. Льет как из... Ну, не то, что как из ведра. Ну, скоро, наверное, ливанет. Сергеев. Сергеев. Юаий. Григорьевич. Или Юний. Не разобрать. 1936-1986 год. 50 лет. А здесь кто? Сергеева Анна. 11-1992. Так, ладно, идем дальше. А тут кто молодой? Нет. Посмотрим. Здесь могила безымянная уже одна. Здесь еще есть. О, молодой. Федоров Евгений Иванович. Видите, одинокое захоронение. 1931-1964. Это, получается, 33 года ему было. Так, здесь захоронение 2. Никишин Николай, 1939-1989. 50 лет. Здесь жена его, что ли? Никишина Людмила, 33-й, 1983-й. 46 лет. Молодая. Дождь палил ужасно. Так. Ух ты, ребенок. Могила. Лукин Ромочка. Погиб трагически написано. 1989-1997 год. Это 8 лет ему было. Это сейчас бы ему было 34 года. Понятно. Вот она, эта могила первая. Смотрите, ее раскапывали, потому что видим, как идет обрамление гробницы, и она перенесена и завалена. А здесь как бы бугорок идет. Сейчас камеру протру, поближе вам покажу. И да, и сам памятник. Видите, покосился. Вот ее похоронили заживо. Выкапывали однозначно, это видно. Но поздно. Летаргический сон, там дыхание и пульс вообще нити видны, и тяжело определить. Тарасенко Александра Мартыновна. 1921-1962. Ленинградская область, кладбище. 41 год. То вы говорите, я не говорю, где. Как же не говорю? Все, как положено. А здесь кто рядом похоронен? Бойцова Маргарита. 1941-1990. А, 49 лет. Понятно. Это первая могила. Интересно было бы ЭГФ провести, но это как аппарат придет. Уже месяц он в пути. Сколько еще времени займет, я не знаю. Вот это первая могила. Здесь мы можем видеть. Мусорка. Ясно. А здесь кто похоронен? Тоже что-то молотали. Коновалов Василий Андреевич. 1932-1970. Коновалов Геннадий. 38 лет. И Коновалова Мария Ивановна. 1935-1976. 36-й. 30-й. Молодая Коновалов Геннадий. 1956-й. 2004-й. 48 лет. 41 год она прожила. Коновалов Геннадий. Он 38, надо 41. Понятно. О, там парень еще какой-то молодой. Давайте глянем. А вот как выглядит крематорий, самый большой в Ленинградской области, издалека. 3000 лайков, покажу изнутри, что там находится. Действующий. Панюшкин Георгий Васильевич. 1953-1993 год. 40 лет. Заметьте, все молодые. Ну, здесь Савенкова Мария Артемова. 1930-2003. 73 года. ГФ будет. Если это интересно. Как заживо похоронили людей. Воротящего Аграфена, или Аграфена, Аграфена, скорее всего, Ивановна. Это впервые такое имя я встречаю. Напишите в комментариях, откуда происхождение Аграфена. Аграфена. 1911 год. 1984-й год смерти. 73 года. Ион Новкин Григорий Михайлович. 1978-2010 год. 32 года. Сейчас бы было бы 45-46. Памятник такой интересный. 301-2019-96 год. Ну, тут взрослые люди похоронены. Все понятно. Сейчас идем на вторую могилу. Заживо погребенной. Там моложе девушка. Из литургического сна. Вот эта. Она похоронена. Получается, была ее выкопали через 5 дней. А та молодая. От разрыва сердца через 3 дня. Крики слышны были. Но то ли внимания не придавали большого. То ли еще чего-то. Собственно говоря. Поздно. Выкопали. Гляньте. Сорокин. 1892-1962 год. Так. Идем ко второй могиле. Молодой девушки. Которая была похоронена. Впавшей в литургический сон. Не переключайтесь. Сейчас будет очень интересно. Это я вам гарантирую. Просто мы сейчас пришли вот оттуда. Пришлось сюда спуститься через 2 ряда. Там та похороненная. Здесь другая. Погода шепчет. За имену выпей. Так. Идем дальше. Где-то... А, вот. Семейная пара. Студенниковый Федор Васильевич. 1862 год. И дата смерти 1955. Итого... 93 года. Иван Николаевич. 1918-1987. И Матриона Тихона. 1913-2009 год. 96 лет. Дождь усиливается. Надо быстрее идти. Здесь вроде как вот молодые фотографии. А подходишь, начинаешь читать. Вот смотрите. Коршунова Тамара. 1929-2006 год. 77 лет. И Голубева Елена. 1910-1986 год. 76 лет. Понимаем, да? Идем дальше. О, тут старое захоронение. Совсем. Смотрите. Не тут как-то что-то прям все плиткой так покидали. Уравняли. Непонятно. Назарова. 1908-й. Наталья. Рождение. 1985 год. Смерти. Здесь нет фотографии. Но очень старое захоронение. Назар и Евдокия. 1868-1956 год. И... Татьяна Назарова. 1905-1992 год. Посмотрите. Какое надгробие царских времен. 1905-1992 год. Высечено на камне. Это дорого. Для тех времен считалось. Так. Идем дальше. Уже почти подошли. А здесь кто? Две сестры. Олехина Мария. 1930-1996 год. Долженка Валентин. 1932-2009 год. И еще есть одно старое захоронение. Которое не безынтересно будет сейчас посмотреть. Вот о чем идет речь. Здесь свежие. 20-й. Кстати, молодой парень. Угу. Понятно. А вот. Егорушкина. Это женщина. Малания Петровна. Малания. Впервые слышу такое имя. 1907-1956 год. 59 лет. Маланья. Отпишитесь. Происхождение имени. Будет интересно узнать. Итак. Смотрим. Вот ее могила. Сейчас подойдем. Хочу показать вам еще. Светский Геннадий. 1958-1996 год. 38 лет. Заметьте. Все от 30 с копейками до 40. Потом. Калмыкова Лидия Дмитриевна. 1904-1954 год. И это не то, чтобы какое-то центральное кладбище, а собственно говоря, обычное районное, но большое кладбище. В болотах, можно сказать так. Потому что Ленинград и сам Ленинградская область стоит преимущественно на воде, на болотах и так далее. Так, смотрим конкретно могилу, которая нас интересует. Ну а так, в основном, вот как бездомные захоранивались. Деревянный крест. Потом кто-то поставил подороже. Крест. Да? Для них массовое захоронение. Бирюкова Нина Ивановна. 1936-1954. 4, 18 лет. Видите, молодая какая. Вот вторая девушка молодая, которая была похоронена в литургическом сне. Три дня прожила, умерла от разрыва сердца. Смотрим. Жеманова, Надежда Константиновна. 1928 год рождения. 1952 год смерти. То есть, 24 года. Константин Алексеевич Константин, Надежда Константиновна. Отец ее похоронен. Константин. 1895-1959 год. Он прожил 64 года. А родилась она у него в 33 года. Потому что она Константиновна. А он Антюхов Константин. Но она замуж успела выйти. Мы видим. Жеманова. А он Антюхов Константин. Это ее отец. Значит, ее девичья фамилия была Антюхова. Но в 24 года уже была замужем. Вот она три дня прожила. Крики на этом кладбище были слышны. По утверждению моей подписчицы, которая написала. По легендам. Интересно было бы провести ЭГФ на этих двух могилах. За 3000 лайков покажу вам крематорий. И, соответственно, за эти же количество лайков сделаю ЭГФ, как пойдет аппарат. Именно на этих могилах. И это не какие-то дешевые постановки. Все как есть. Вы привыкли, может быть, там видеть где-то какие-то эпичные могилы. Но, понимаете, история жизни и смерти человека, она вот как заключается. То есть, какой-то, видимо, в 52 году был памятник другой. Но ее откопали. Она от разрыва сердца умерла. Тоже перевернута была. Если та была на животе, здесь история умалчит. Но то, что откапывали, делали изгумацию, смотрели через три дня, но уже было поздно. То есть, вот здесь. Здесь уже облагородили. Видим, да, родственники. Потом уже дальше 97-й. 2006-й захоранивались ее. Может быть, 26-й, 29-й. Ну, кто-то сестры, братья. Я не знаю, мать может быть. Вот. Понятно, да? Друзья, вот такой сегодня у нас с вами ролик получился. Он подходит к концу. Но этот проект не заканчивается на YouTube-канале Против Лома. За 3000 лайков показываю крематорий. ЭГФ на этой могиле и на той людей заживо погребенных. За 3000 лайков больше уже не прошу. Ну, а я с вами хочу попрощаться. Как всегда, с вами был я. За всегда ты ночных кладбищ, заброшек туда, куда не ступала ранее нога человека. Бессменный ведущий YouTube-канала Против Лома, искренне ваш. Вам предлагаю подписаться на канал, не забыть, поставить лайки, написать комментарии, распространить этот ролик, посмотреть предыдущий контент, оставаться с YouTube-каналом Против Лома. Удачи. Всем пока. И дай вам бог до следующего моего видео, когда вы увидите меня на своих экранах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok